На этой земле, конечно, чтобы не было анархии и бардака, кто-то должен быть и судьёй. Ну, наверное, я неправильно сейчас скажу, но я скажу. Я бы не смог. Я боюсь. В Писании сказано, что один судья праведный. А если я неправедный был судья? Даже я не буду брать взятки, смотреть на лица, правду. Но ведь я должен судить по закону человечьему. А законы человечи в России не все прописаны под законы Божьи. Они сейчас входят в противоречие законами Божьими, законы человечи. Вот, например, развод семьи совершается. Судья обязан совершить развод. А написано, что Бог, Сын, человек не разлучай. В результате развода детей дают матери. Это правильно далеко не всегда. Разные матери, разные отцы бывают. Это тоже неправильно в корне. Закон неправильный в данном случае. Да, в большинстве лучше матери случаев. Это правда. Но это не всегда срабатывает односложно. Например, и многие другие законы человеческие. Так же. Вот сейчас, например, по закону человечьему, многих людей, которые влезли в ипотеки и не могут платить, оказать за бортом в нужде, но они подписали договор, они платят спасённую, их надо судить, у них отбирать, их можно в тюрьму сажать. За что? За то, что кризис кто там сделал, при этом свои карманы набивая. А они и так страдают. Надо их ещё судить, да? Поэтому законы человечья в России написаны не под Евангелие. Я бы по этому судить стать не мог. Но опять оговорюсь, Господь дал, кажется, свободной воле, и каждый поступает, как считает, нужным. Только главный принцип вот какой. Чтобы не торговать совестью. Где бы ты ни работал, кем бы ты ни был, совестью не торговать. Бога не продавать. Это главный принцип.